Говорит Черкесск А теперь подробности. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство продолжает снижать административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. В ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. Соответствующее постановление подписано. Также в образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении. Эти решения являются частью реформы контрольно-надзорной деятельности, которую реализует правительство. Они позволят сохранить целым тренд на улучшение делового климата в нашей стране. Министр сельскохозяйства Республики Анзор Баташев посетил тепличный комплекс «Агрострой», расположенный в Зеленчукском районе и специализирующийся на выращивании томатов. Мощность производства 900 тонн в год. Общая площадь теплицы на сегодняшний день составляет порядка 3,5 гектаров. Здесь применяют современные технологии выращивания и биологические методы защиты растений, строго соблюдая санитарный контроль. Комплекс газифицирован, автономно обеспечен электроэнергией, водой для полива и технических целей. Предприятие основано в прошлом году. Первый урожай томатов сорта «Пинг-Чемпион» собран в январе этого года. Сбор, подвязка и сортировка томатов на предприятии ведутся вручную. Продукции реализуются на территории республики. 325 жителей Карача-Чекеси зарегистрировались на платформе МСПРФ. За первые годы работы цифровой платформы на ней зарегистрировались более 320 тысяч пользователей со всей России, в том числе и более трех сотен жителей Карача-Чекеси. Это субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и планирующие открыть свой бизнес физические лица. МСПРФ – официальный сайт государственной платформы поддержки предпринимателей с бесплатным онлайн-сервисами. На сегодняшний день самой популярной услугой на платформе для предпринимателей Карача-Чекеси является расчет скоринга. В рамках комплексной услуги может быть проведена расширенная оценка количественных и качественных показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Военный комиссариат Черкеска проводит отбор граждан, пребывающих в запасе из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, желающих заключить контракт с Вооруженными силами России. Обеспечение вещевым имуществом и денежное удовольствие организуются по нормам, установленным для военнослужащих. Народный фронт в Карача-Чекесе объявил о сборе автомобилей для передовой. Жителям республики предлагают присоединиться к акции и оказать посильную помощь. В приоритете машины высокой проходимости – это могут быть Невы, УАЗы, Газели и другой подобный транспорт. Могут пригодиться и квадроциклы с мотоциклами, рассказала глава регионального исполкома ОНФ в Карача-Чекесе Людмила Капушева. По ее словам, большую помощь также могут оказать специалисты СТО, которые могут провести помощь и осмотр готовящихся к отправке автомобилей. В ауле Каменомост завершается ремонт моста, соединяющего Кубанское ущелье с Карачавском. Напомним, мост был разрушен напором стихии, но благодаря программе безопасной и качественной автомобильной дороги уже в мае этого года он будет введен в эксплуатацию. Его длина составит около 25 метров, ширина – более 17 метров, а ширина самой проезжей части – более 12 метров, грузоподъемность – 200 тонн, пропускная способность моста – до 6000 автомобилей в сутки. Работы по строительству включают и обустройство новых тротуаров по обеим сторонам шириной 1,5 метра. Будут также установлены новые барьерные ограждения тротуаров и проезжей части, дорожные знаки и нанесена разметка. Комментаторская будка и вип-ложи станут частью стадиона Саулук после реконструкции. В общей сложности объект будет вмещать порядка 3000 зрителей. Вокруг футбольного поля уложат беговые дорожки, уже смонтированы воркаут-площадки и сидения в двух посадочных зонах. На сегодняшний день работы по реконструкции завершены на 80%. Полным ходом идет и строительство первого в Республике Ледового дворца, открытие которого запланировано на конец текущего года. 24 марта в Черкесске объявят лучшие социальные проекты прошлого года. Участниками оригинального этапа конкурса «Лучший социальный проект года 2022» стали 12 предпринимателей. Проекты были представлены в различных сферах – спорт, реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, дошкольное образование, социальный туризм и IT-разработки. Победители оригинального этапа пройдут на всероссийский конкурс и получат ценные призы. Следователи выясняют обстоятельства убийства владельца туристической базы в Архизе. Уголовное дело возбуждено в отношении управляющего одного из гостиничных комплексов. Именно он подозревается в убийстве. Следствием установлено, что 17 марта текущего года в гостиничном комплексе, расположенном в Архизе, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой они обоюдно нанесли друг другу травмы. Впоследствии один из них, вооружившись ножом, нанес оппоненту множественные колодорезанные раны, от которых последний скончался на следующий день, не приходя в сознание. В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь. После того, как его состояние стабилизируется, следователи приступят к проведению с ним необходимых следственных действий. В текущем году в Карача-Чиесе в рамках реализации государственной программы развития образования будут капитально отремонтированы почти два десятка школ. Ремонтные работы уже стартовали в начальной общеобразовательной школе аула Адыгихабль, рассказывает директор учреждения Лилия Выкова. Учебный процесс не пострадал. Мы находимся в очень удобных условиях в детском саду аула Адыгихабль «Светлячок». Нам выделено три блока. Мы занимаемся в две смены питанием. Также провоз детей организован. Часть детей находится во дворце культуры, во вторую смену. Там тоже занимается средняя школа. В рамках российского года педагога и наставника в Черкесске в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой проходят Дни литературы и искусства народов Карача-Чиеси под названием «Родного края. Облик многолики». Одними из мероприятий стал литературный вечер о предках памяти берегу, направленный на сохранение и развитие черкесского языка, раскрытие представления о богатстве культуры черкесского народа. Информацию комментирует министр культуры республики Зураба Гирбов. Очень важно, чтобы вы, каждый, понимали, что от каждого из вас зависит, сохраним ли мы нашу культуру, а еще через 20-30 лет будут ли говорить на черкесском, абазинском, карачаевском языке. 900 школьников из районов и городов Карача-Чиеси в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности у министра по делам молодежи и республики Ибрагима Татаркулова. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаево-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда», пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Карачаево-Черкесской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. В республике в рамках акции «Сад памяти» в апреле текущего года будет проведена высадка более 16 тысяч саженцев различных пород деревьев, в частности ясеня, клёна, бука, липы, дуба и сосны на землях лесного фонда. Кроме того, муниципальные районы и города формируют свои планы высадок зелёных насаждений в рамках патриотической акции «Сад памяти». Центральная акция сезона 2023 года пройдёт 26 апреля в Кубанском лесничестве с участием более 200 человек. Проект «Ногайский дом. Истоки и современность» преподавателя истории и общества знаний Арсена Карасова стал победителем первого конкурса 2023 года Фонда культурных инициатив. Его целью является повышение у подрастающего поколения уровня знаний и истории, культуры ногайского народа, а также социальное воспроизводство в них таких ценностей, которые будут способствовать самосохранению нации. В основе реализации проекта заложено творчество ногайского литературного классика Суина Капаева. В частности, через его произведение «Ногайский дом» будут созданы документальный фильм и портал «Ногайский дом». Руководит проектом известный ногайский писатель Исаак Капаев. Отметим, что ранее проект Арсена «Вместе мы с силой» стал победителем четвёртого спецконкурса прошлого года. Он был также представлен на конкурс «Лучший социальный проект года», который проводится центром «Мой бизнес» Карача Черкесии. Итоги конкурса, как мы уже говорили, будут подведены 24 марта в Черкесске. В рамках клуба выходного дня активисты российского движения детей и молодёжи, а также дети участников специальной военной операции из общеобразовательных учреждений Провокубанского, Кастахи-Тагурова, Нового Карача, Хумары и Нижний Тиберде отдохнули в загородном детском оздоровительном лагере «Гранд Виктория» в Домбае. Программа детей была насыщена и разнообразна. Практические занятия и мастер-классы, творческие мастерские и интерактивные семинары сменялись творческими и коллективными делами, шоу, играми-эстафетами, танцевально-игровыми программами и другими интересными мероприятиями. Ну и в заключении информационного выпуска новости спорта. 18 медалей завоевали спортсмены Федерации кикбоксинга Карача-Черкеси. В Избербаши Дагестана прошли чемпионат и первенство Северокавказского федерального округа по кикбоксингу, в котором приняли участие более 800 участников из семи регионов России. Наши бороцы выступали в пяти разделах и показали отличные результаты. По итогам им удалось завоевать девять золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали. Спортсмены, занявшие первые и вторые места, прошли отбор на первенство России, которое пройдет в мае этого года в Кемерово. И чемпионат страны намечены на конец этого года в Перми. Спортсмен из Карача-Черкесии Амир Выков стал победителем первенства России по тэквондо среди юниоров в 15-17 лет. Амир выиграл все свои пять поединков и при этом забирал каждый раунд, не доводя до третьего. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по Республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В горах местами плюс 2,7. Утром местами на дорогах галоледится и сохраняется лавиноопасность. В республиканской столице без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 14 градусов выше нуля. Субтитры предоставил DimaTorzok Новый комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-86-52-24-99-51. На этом новостной блок завершен. Его управила Витонирова.